В рамках пятого духовно-патриотического спортивного фестиваля «Дети России. Посланники мира» провели экскурсию детям из ДНР. Более 50 участников фестиваля посетили историко-культурный музей-заповедник и Никольский собор. Далее расскажет Дарья Тендит. Первая остановка участников фестиваля была в Черкесске в Никольском соборе. После долгой дороги гостей пригласили на обеденную трапезу. Участников фестиваля поприветствовали и пожелали хорошей экскурсии. Встреча проходила в дружелюбной и теплой атмосфере. Для нас, для тех людей, которые живут здесь, в Карачаево-Черкесии, это очень важное событие. И мы надеемся, что молодежь не только Карачаево-Черкесии и Донецкой республики, но вся молодежь России объединится, и мы будем вместе сотрудничать и узнавать историю нашей страны. В музее Никольского собора гостям рассказали об истории православия и казачества в Карачаево-Черкесии. Также представили новую экспозицию, посвященную воинам-участникам СВО нашей республики. На память о встрече детям подарили сувениры. Мы рассказываем об истории православия на территории Карачаево-Черкесии, знакомим их с экспонатами нашего музея истории церкви и казачества и с историей нашего Никольского собора. Мы будем очень рады снова видеть их у нас в гостях. Экскурсия продолжилась в соборе. Священник Александр Гурин рассказал ребятам об истории создания и ознакомил с особо чтимыми иконами. Знак признательности воспитанники церковного хора из Горловки исполнили церковные песнопения. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сделав совместное фото на территории Никольского собора, ребята отправились в выставочный павильон природного музея-заповедника имени Байчёрова в Черкесске. Участников фестиваля познакомили с историей и культурой нашего многонационального региона. Дети с особым любопытством слушали экскурсоводы и рассматривали представленные экспозиции музея. Наблюдать было за этим очень интересно, рассказывать также интересно. Очень красивые наряды использовали в то время. А в Черкесии я бы очень хотела вернуться, потому что здесь мне понравилось больше всего. Духовно-патриотическая программа фестиваля направлена на сохранение традиционных семейных ценностей, укрепление духовности и популяризации традиций многонациональной России. Мы их знакомим с нашей историей, с нашей страной, с Карачаево-Черкесией, с нашей русской православной церковью, культурой. В этом состоит наша общая задача и миссия. Надеемся, что следующий фестиваль будет летом этого года, здесь же, в Тамбае, в Карачаево-Черкесии, потому что у нашего фестиваля очень-очень много друзей, партнеров, организаторов, самых замечательных людей. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия.